Продолжаем эфир кратким обзором аварии и происшествий минувшей недели. В студии Александр Бычков. Здравствуйте. С начала этого года в Иркутской области произошло 110 пожаров. Такие данные приводит Главное управление МЧС по региону. Среди наиболее частых причин возгорания неисправна селектор проводки. На нее приходится около половины всех зарегистрированных случаев. Напомним, в праздничные дни в Приангаре действовал особый противопожарный режим. В населенных пунктах и садоводствах проводили рейды и патрулирование. И тем не менее, на пожарах за минувшую неделю пострадало 6 человек, 5 погибли. Как минимум 40 человек удалось спасти усилиями огнеборцев. Еще одного человека из горящего здания вывели сотрудники дорожно-постовой службы. Инцидент произошел в Тулунском районе. 4 января полицейские Дмитрий Корченюк и Никита Гончаров возвращались с ночного дежурства. По дороге они встретили парня и девушку, которые стояли на улице без обуви и верхней одежды. Они рассказали, что в доме произошел пожар и их соседку нужно срочно вывезти наружу. Давление упало совсем. Я напилась успокоительной, сердечной. Снова уснула. И потом просыпаюсь, я не знаю, на время я не видела. Просыпаешь, дверь стукнула. Я понять не могу. Кто-то стучится, кто-то ходит, а света нет. И в окна уже пошли, пошли тарабанить. Все, выходите, срочно выходите. Что случилось? Соседи горят. Не дожидаясь спасателей, инспекторам удалось вывезти из горящего здания 81-летнюю пенсионерку. Руководство отдела полиции намерено поощрить сотрудников за решительные действия. В Иркутске два 10-летних ребенка провалились под лед. Инцидент произошел в минувшую среду на реке Ангара. Школьники отошли от берега примерно на 20 метров, после чего лед треснул. Дети стали кричать и звать на помощь. Одному из мальчиков удалось выбраться из полыньи, и он при содействии очевидцев помогал второму. К счастью, обошлось без жертв. В отношении родителей составили административные протоколы. Жительница областного центра лишилась 8 миллионов рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Примечательно, что, как сообщает в главном управлении МВД, потерпевшая, увидев рекламу в интернете, сама вышла на связь с сахаристами. Рассчитывая получить дивиденды, женщина взяла крупный кредит, однако позже поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Всего с начала года ущерб от действий мошенников превысил 11 миллионов рублей. 25 дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы в Иркутской области за минувшую неделю. Один человек погиб, еще от 39 получили травмы разной степени тяжести. Среди наиболее частых причин ДТП – несоответствие скорости конкретным условиям движения. И пока это все, увидимся в следующий понедельник. Будьте осторожны. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин